Друзья, всем привет! С вами Артём Каратанов, вы на канале Резать ТВ и сегодня мы говорим про новый нож от белорусской мастерской Газеба, а именно про модель Пчак. Надеюсь, вы оцените этот стильный клинок. Нож, как я сказал ранее, называется Пчак. И вот тут у старожилов на живой темы должен возникнуть вопрос, так ведь был же у Газеба складной Пчак, разве нет? И это действительно так. Тот давнишний Пчак от Газеба по формам был похож на аутентичный узбекский нож, но выполнен был в современном стиле с рукоятью из карбона и титана. И в этом подходе, если забежать вперед, почти ничего не изменилось. Изначально нож выполнялся в форум-факторе слип-джоинта, а после даже обзавелся замком, который то ли в шутку, то ли серьезно прозвали поперек лог. И вот спустя много лет мастерская решила полностью переработать свой старый проект и представила новые видения традиционного узбекского ножа в кастомном исполнении. Начнем сегодня с материала. Рукоять выполнена из титана, с карбоновыми вставками от компании Fat Carbon. Изнутри рукоять облегчена за счет специальных выборок. Клинок изготовлен из стали М398 с закалкой на 64-65 единиц по шкале Роквелла. Сведен клинок примерно в 0,2-0,3 мм. И спуски, как можете видеть, в данном случае прямые, можно сказать, от обуха. Тип обработки клинка – продольный сатин, выполненный, конечно же, вручную. Ну и нельзя не обратить внимание на изящный сквозной долл, который не присущ традиционным пчакам. А вот на данном экземпляре смотрится очень даже гармонично. Также обратите внимание на очень аккуратную и лаконично вписанную клипсу. Она также сфрезерована из титана и крепится к плашке рукояти по тайным винтом. Ну и сразу обращу внимание на то, что темлячное отверстие тут отсутствует в любом его проявлении. Ну и в целом нож выполнен абсолютно под стать времени из современных технологичных материалов с самым современным подходом. Теперь давайте взглянем на габариты. Нож у Газеба и в этот раз получился довольно крупный, но при этом, как можете видеть, узкий. Ширина его рукояти в средней части всего 22 мм при толщине 16 мм. Общая длина ножа в открытом состоянии составляет 260 мм, а вот в сложенном уже 140 мм. Длина клинка 120 мм, что совсем не часто встретишь на складном ноже. И толщина обуха всего 3 мм. Из крупных складных ножей на память приходит сразу 111 от МБШ, но длина его клинка, как вы можете понять из названия, 111 мм. Вес нашего ножа 166 грамм. Исходя из этих характеристик, становится понятно, что нож, конечно, предназначен для реза, так как сведение, напомню, всего 0,3-0,2 мм. Ну вот, носить такой нож на кармане кому-то может показаться тяжеловато, но это вопрос личных предпочтений. Теперь поговорим о механике и эргономике. Как вы могли заметить, пчак от Газеба это флиппер, причем флиппер своеобразный. Сам плавник сделан небольшим, но находится на скосе в верхней части рукояти у осевого узла. Соответственно, при открывании ножа указательный палец ложится на этот самый скос, а далее начинает скользить вниз на сам флиппер. Так что проблем с открыванием в данном аспекте не возникает, даже несмотря на отсутствие подпальцевой насечки на плавнике. Да и преднатяжение, создаваемое детентом при открывании ножа абсолютно комфортное. В осевом узле, как водится, скрываются подшипники, что тоже благотворно сказывается на работе ножа. А теперь давайте посмотрим на замок, который компания Газеба поставила на нож. Принцип работы замка чем-то схож с работой компрессион лока от компании Спайдерка, но есть нюанс. Складывается нож при помощи кнопки, расположенной на лицевой части ножа. В кнопке установлен штифт, который при нажатии отжимает пластину замка и происходит складывание. Ну и естественно, учитывая подобные технические решения, нож должен быть в выверенном вопросе эргономики. Что касается удержания, учитывая габариты, нож конечно должен больше подходить для крупной руки. Но по факту берем во внимание ширину рукояти, ее толщину и тут-то нож, что называется, начинает играть новыми красками. А вот к условным минусам тут можно отнести отсутствие подпальцевой насечки на обухе. Клинок тонкий, рукоять длинная и хотелось бы иметь какую-то более мощную точку сцепления. Но этот вопрос в принципе нивелируется загнутым внутрь тыльником рукояти, как у большинства аутентичных пчаков. Что ж, друзья, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал и прожмите колокольчик. И не забывайте про комментарии. До новых встреч на канале Резать ТВ. Увидимся.